Всем привет, ребята! Меня зовут Суперстас. Я сегодня подготовил для вас самый большой выпуск про сухпайки. Сегодня у меня аж 4. Испанский, французский, русский и украинский. Как говорится, Украина в моем сердце. Как всегда, хочу вас попросить об одном. Очень, ну очень нравится, как у меня под видео выглядит 30 тысяч лайков. Если вам не сложно, просто поставьте лайк. Я вам обещаю, сегодняшний выпуск вам очень понравится. Нет, надо делать то, что я хорошо умею. War Thunder. Масштабный военный онлайн-экшен. В одном бою участвуют танки, самолеты, вертолеты России, США, стран Европы и Азии. Миллионы игроков по всей земле уже сражаются в War Thunder. Присоединяйся к битве и ты. Здесь, как всегда, очень жаркие баталии. В War Thunder наземная техника бьется за контроль над стратегическими точками. Вертолеты утюжат танки ракетными залпами. Самолеты атакуют с воздуха огнем крупнокалиберных пулеметов. А бомбардировщики превышают все, что осталось в пепел. В War Thunder более полутора тысяч единиц военной техники. Со времен Второй мировой до современности. Пройди путь от классических бипланов и Т-34 до современных сверхзвуковых самолетов с самонаводящими ракетами. Т-80 с тепловизором и вооруженного до зубов вертолета Черная Акула. Улучшай технику дополнительными модулями, прокачивай экипаж и настраивай внешний вид. Да, есть, победа! Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай бонусы для легких побед. Ну а теперь пора перекусить. Вот я пока качаю. Хочу сразу вам объяснить, чтобы не было лишних комментариев. Мы сегодня будем есть только съедобную часть суппайков. Потому что они очень огромны. Все напитки мы будем отсеивать. Так что давайте не будем бомбить в комментариях. Мы сегодня только кушаем. Блин, хорошо на улице. Вот только чего-то не хватает. Может стол поставим? Ребят, мы пришли обозревать и сравнивать сейчас испанский и французский сухпайок. Как интересно по-французски будет суперстаз. Суперстаз. Давайте доедимся до сути и поймем, какой сегодня круче, испанский или французский. Сразу говорю, испанский выглядит очень пиздато. Даже если бы мне его подарили бы, я бы сказал бы, ну нифига себе, это красиво и удобно. Честно, а вот французский это такой типа, это похоже на А4. Как ты меня бесишь! С какого начнем? Давайте. Эники, беники, съели вареники. Эники, беники, раз. С этого начнем. Так, ну давайте посмотрим, что нам предлагает французский пищеварительный армейский процесс. Не страшно. Заново. Армейский пищеварительный процесс. Отстаньте, нормальные слова. Как будто супермаркет французский открыл. Вы посмотрите, просто. Это просто охуенно. Но я сейчас решил открыть испанский, чтобы прям наглядно сравнить и посмотреть, чем же они отличаются. Еще раз куравим. Ну как-то грустновато. Конечно, стильно выглядит испанский, он прям военный. Так, сделайте мне цвет, цвет коробки. Зелененький, много зелененьков. Все зеленое, люблю зеленое. Ну вот французский, конечно, просто яркий. Так, в общем, сделайте мне цветов. Видели радугу? Больше, чем радуга. Вот, чтобы разноцветно было. Разноцветно все. Сэбэд, сэбэд. Всегда есть противостояние. Макгрегор и Нурмагомедов. Айфун, Самсунг. Русский сухпайок и украинский. Ну что, давайте сделаем сначала разбор украинского сухпайка, потому что, ну, что-то этот мешок должен скрывать. Нифига себе. Снеданок, обид и вечеря. Ну и давайте глянем сейчас русский. Давайте поставим нашу печку и начнем обозревать французский сухпайок. Пока у нас греется кашка французская, я хочу уже поставить нашу кашку испанскую. Придется брать французские спички. В общем, поджигать эти... Ёбан, рот! Я стол прожег. Он до сих пор девица, чувак. Ну что, давайте нас с женам в столе попробуем наш завтрак. Это просто очень вкусно. Вот посмотрите на это. Мюсли, шоколад. Шоколадный соус. Давайте перейдем уже к основе, попробуем рис и уже погоним пробовать все, просто крышесносяще сразу все пробовать. Выглядит это просто офигенно. Давайте все-таки попробуем, что это такое. О, оно нежно легло на вилочку. Такое ощущение, как будто я себе готовил это дома. Посмотрите на куски мяса. Наверное, я сухпайки точил бы и в обычной жизни. Ну что, ребят, погнали. Нам эту катку нужно затащить. На улице жарко, но здесь снежочек, здесь прохладно. Обходим сзади, чтобы захватить. Так, подкрадываюсь. Вижу цель. Целюсь. Блин, уходим, 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 уходим. Разворачиваемся. Так, вижу цель, но я ее не достать, нет? Этот, этот неинтересен. Да, есть! Нам нужно добить второго, и я что-то уже честно проголодался. Сын, а мне не кушать гречку! Мам, ну не хочу я гречку, хочу французский сухпайок! Ну ты же вчера и заел! Ну что, что вчера ел? И завтра буду есть, это ж вкусно! А вы качайте вортандр по ссылке в описании. В общем, рисовой кашей с Францией с мясом я ставлю однозначно плюс. Это просто охеренно! Я такого из роду не ел. Ребят, уже есть огромный минус. Здесь нет обогревающих элементов, мне нечем погреть еду. А если я в поле, как я могу только, как говорится, все, хватит, горячее, все. Ну, а это буду есть горячим. Пока поставлю греться русский сухпайок, начну с завтрака Украины. Просто представляю, как вот спорят украинцы и русские, у кого лучше сухпайок. Я тебе отвечаю, украинский сухпайок лучше! Русский, я тебе повторяю, лучше! Украинский он натуральный! Русский он русский! Картошечка. Так, ну на украинский у нас консервы мясо рослыни, каша с мясом, каша пченичная с мясом курки. Ну, на вид это не очень красиво, ребят. Давайте вкусим божественной еды, которую вы едите на завтрак. Ну, честно скажу, даже холодная она пизда, да. Очень нежная пшенка, пченичная каша и офигенная курица. Если бы это погреть, это, может быть, было бы лучше, что я пробовал. Вот, куски, смотри. В общем, офигенная заправка, нежная курица. Мясо просто кусками. Просто я сейчас кусок достану, посмотрите на этот кусок. Это кусок мяса. Я не ожидал такого. Поставим лазанью греться на испанский огонь, потому что французский нам спалил весь Нотр-Дам-де-Пари. Давайте попробуем, что же у нас представляет собой... Испанцы! Выглядит максимально плохо. Давайте попробуем. Не понял. А, понял. Это, я так понял, фаршированные перцы. Это блюдо неоднозначное, но могу сказать так, что интересно, я такого никогда не пробовал. Однозначно, это блюдо получает плюс за свою неординарность. Ребят, давайте посмотрим на вот эту статистику и вот эту статистику. И вот эту статистику мы сделали вместе с вами. Ребят, мы с вами уже огромная семья. И, пожалуйста, давайте ее увеличивать. Подписывайтесь. Вы мне просто... Я вас люблю, честно. Пожалуйста, подпишитесь. Давайте перейдем теперь к каше гречневой с говядиной. Офигенная каша с говядиной. Но мне кажется, минус, что здесь мелко порублена говядина и гречка. Это все в совокупности просто не выделяется. То есть, если в украинском там куски мяса, то здесь мясо маленько порублено, прям с гречкой, и это чуть-чуть не чувствуется. Наверное, это более... Наверное, говяжья тушенка, а не говядина. Очень вкусно. Давайте попробуем лазанью, потому что она прям вызывает аппетит. Посмотрите на эту. А туда пока поставим что-то другое. Лазанья бомбическая. Вы просто посмотрите, как будто в ресторане... Как в ресторане. Так, ребят, лазанья получает огромный респект. Вы просто посмотрите, здесь лазанья в ресторане выглядит иногда похуже, как вот французская. Я понял секрет французского сухпайка. Вам делали ресторан, да? Все. Давайте теперь перейдем, попробуем гуляш. Сразу этому блюду минус, оно очень жирное. То есть много масла. Фу, ребят. Здесь написано было, что это кальмары. Хочу посмотреть все-таки. Честно, как будто открываю какие-то сюрприз-боксы. Чувак, братан, здесь целые кальмары. Ебать, в масле, ребята. Ты просто посмотри. За это испанский сухпайок вырывается на первую позицию, пока так неожиданно было. И перейдем теперь у нас на обед в Украине. Мы уже переехали в Украину. Суп гороховый на мясе, бульоне с мясом свинины. И каша гречнева с мясом говядины. Знаете, как говядина будет по-украински? Яловычина. Ну что, давайте вкусим первый вкус. Первый вкус вкусим первым. Оно просто холодное, вкуснейшее. Конечно, я здесь не вижу яловычины. Может, оно там внизу? Или сюда, сука. Давайте ее позовем. Му-у-у. Гречка очень мягкая по сравнению с предыдущим. Но там оно было тоже интересно. Но здесь она очень мягкая. Очень приятная заправка. Но мало мяса. Давай мясо. Давайте попробуем сразу заедем галетиками. Потому что здесь они... Посмотрите, какие прям мясистые. Галеты мне здесь не нравятся. Давайте еще попробуем блюдо от Испании. И это персики, чувак. Чищенные персики. Как же это вкусно. Как же это охеренно. Давайте перейдем к супу гороховому. На суп это мало похоже. Это просто гороховая каша. Если предыдущие у меня прям вау-вау-вау-вау, то это суп на любителя. Хотя супом это трудно назвать. Но сделано качественно. Но не мое. У нас осталось из баночек вот десерт. И две вот таких вот баночки. Давайте посмотрим, что же там. Это у нас, я так понял, паштет. А во Франции давайте глянем. Это тоже. Я понял, что в Испании нет галетов. А во Франции их много. Так что для пробы я возьму галеты из Франции. Давайте попробуем обычные галеты. И давайте попробуем французский паштет. Йооо, вы посмотрите, как это смачно. Давайте попробуем. Это какой-то офигенный паштет. Французский паштет просто бомбический. Давайте попробуем испанский. Ребят, у нас здесь надвигается шторм. Надо кушать быстрее. Он очень соленый. Испанский паштет очень соленый. Однозначно вкуснее паштет из Франции. Этот сверхсоленый. Просто аж перебил весь вкус. Я такой, ебаный рот. Ну что, давайте разбирать дальше русский сухпайок. Давайте начнем с фрикаделек. Посмотрите на это чудо. Посмотрите, это произведение фрикадельного искусства. Очень вкусное. Очень нежное. Очень выраженные мясные фрикадельки. В бомбическом соусе. Ребят, вот такой у нас наборик. Сейчас откроем галеты. Потому что галеты в российском сухпайке мне очень нравятся. Они, мне кажется, самые идеальные из всех. Ну что, поехали. Начнем с паштетика. Я вам никогда не говорил, но я очень люблю паштет. И этот я бы ел. Он божественный. Это у нас, я так понял, пюре. Давайте попробуем пюрешечку. Это очень вкусно. Очень хочу весь выпуск открыть этот десерт. Десерт уровня ресторан. У меня просто нет слов. Чисто шоколад. Уже однозначно выиграл французский сухпайок только за этот десерт. Чуваки, это просто, ну мать его, рай. Давайте попробуем теперь рагу. Рагу получает минус за то, что она очень масляная. Давайте попробуем паштет из колбасы. Очень солененькая. Ну, однозначно мне это нравится. Давайте сыр плавленый, потому что он, ну, как-то вызывает доверие. Он такой прям нежный, гладкий. Я его почти не чувствую. Он такой легко-бесвкусный. После таких вот вещей, как рагу, это прям интересно. Ну и последнее, то, что я не хотел есть, это шпик. Нет, такую не люблю. Максимально соленая, невкусная, чистый жир, минус. Ну и у нас есть вот таких вот пять батончиков. Это у нас энергетический батончик. Сейчас как мне егнет энергия, он свежий. Вкус кофе. Это очень вкусный кофейный батончик, просто бомба. Давайте дальше пойдем. Это фруктовый, а давайте откроем. Это мармелад, ребята. Это просто мармелад. Ну что, перейдем к ужину. И это у нас каша с мясом. В общем, у нас сегодня была пшеничная, гречневая, теперь рисовая. Так, а с чем у нас свининка? То есть у нас было говядина и курица. То есть за день ты съедаешь три вида мяса, три вида каши и супчик. По идее, это прям идеально, да? Никаких шпиков, сыр плабленный. Прям взял и затарился. Вот с ужином они не справились. Какой-то далекий вкус, немножко першит. Я разочарован. Следующий на очереди батончик. Давайте посмотрим, что у него внутри. Это зерновой батончик с абрикосом. Тоже похоже на мюсли. Мы такое, наверное, уже пробовали. В магазинах продается. В общем, если вы мне такие батончики дали, я бы в жизни сказал бы, что это французский сухпайок. Как говорил один великий футблогер. Десерт награда за еду. А сегодня нас надо наградить. Это у нас вот такая вот пюрешечка. Давайте попробуем. Это достойно. Это вкусно. Но мне кажется, это не чистая пюрешечка. Она с добавлением немножко сахара. Потому что она должна скислить прям. Ну, это прям золотая садима. Это, наверное, лучшее, что я пробовал, чуваки. Давайте пробовать дальше. Это у нас нуга. Это очень вкусно. Что здесь говорят с десертами, это просто что-то с чем-то. Так, у нас есть еще джем смородины. Давай попробуем смородиновый джем Украины. Прям с кусочками смородины, прям с этими косточками. Мне плохо, но после яблочной пюрешечки меня ничего не удивит. У нас еще есть яблочное повидло. То есть русский сухпайок любит яблоки. Но здесь прям уже сверх сахар. Яблоко даже не чувствуется. Ой, очень. Ой. Ну что, ебнем медика? Да, да, да. Ребят, очень достойный мед. Я в своей жизни много его попробовал. Я прям медный эксперт. Этот хорош. Да. В общем, шоколадка 70% каково. Каково. И я честно заметил, что часто... Сухпайпай... Блин. В сухпайках... В общем, я уже заплетаю свежих, потому что так вкусно. В сухпайках шоколад белый почему-то. А что-что, шоколад здесь не очень. В зубе застряло просто. Ну и напоследок съедим. Кстати, вот я сейчас покажу. Смотрите. Ван Гую открываю шоколадку, и она белая. Как это так? Магия. Ребят, в общем, русский шоколад вкуснее, чем французский. Он помягче. Хочу очень респектнуть людям, которые делают на упаковке. Надрезы делают такие, они офигительные. Смотрите. Напоследок. Хочу сразу сказать вам, что лучше в армию не ходите. Еда на гражданке вкуснее. Я очень сомневаюсь, какой сухпайок лучше, французский или украинский. Давайте спросим. А ты знаешь об украинском или французском сухпайке? Мне нравится, а тебе как? Мне не очень, мне больше понравился французский. Ну, у каждого свои вкусы. Слушай, я пошел снимать финал выпуска, и, наверное, я выберу все-таки французский сухпайок. Ха, давайте, удачи. Ребят, непредвзято выиграют французский сухпайок, потому что там очень вкусно. Это было уровня ресторана. Я решил, я отдам предпочтение украинскому сухпайку только за то, что там все я знаю. Снеданок, обид, вечеря. Там все понятные нам крупы, мясо, все по фактам. Что же с русским? Там разнообразнее. Но некоторые вещи я не понимаю, зачем туда запихнули. То есть я бы не съел бы шпик, никогда бы. Я бы не съел бы гуляш просто от того, что у меня, возможно, была бы изжога. То есть мне пришлось бы выбирать, что есть. Так что российский сухпайок неплох, но на данном этапе побежает украинский. Ребят, не забывайте, что по ссылке в описании вы можете скачать бесплатно War Thunder и получить приятные бонусы для хорошей игры. И я просто забил свой желудок до отпада. Мне очень понравилось. Это очень вкусный выпуск. Если у вас есть возможность попробовать сухпайки, попробуйте. Это невероятный опыт. Выберитесь куда-то на природу, возьмите один сухпайок и почувствуйте эту атмосферу. Это очень вкусно. Я вам советую. Ребят, а на этом все. С вами был Супер Стас. До следующего ролика. До следующих вкусняшек. Пока.